Миша, добрый вечер. Это Тишка. Как ни странно, это девочка. Да, это девочка. Ее нашли под машиной. Вот она у нас участник ДТП. Мы ее отдадим в какие-то хорошие руки. Скажем, что она с самим Михаилом Ефремовым, у которого аллергия на кошек. Поэтому только он не взял. Ну, на таком расстоянии, надеюсь, нет у меня аллергии. А так со стороны Тишин. Да, она отличная. Она видится очень красивая. Молодая и красивая. Очень любит ваш проект, я думаю. Господин хороший, да. Я думаю, что она еще здесь сделала. Она такая мягкая, такая вкратчивая, наверное, да. Я беседовал с Андреем Васильевым, продюсером вашего проекта, и как у журналиста матерого маститва спросил его, что бы он в качестве журналиста спросил бы у Ефремова, который персонифицирует проект. Он на пенсии как журналист, я просто предупреждаю. Но нет, он с опытом-то, опыт-то никуда не пропьешь. Медиа-менеджер прошлого десятилетия. Он прошлого столетия даже, я сказал бы. Вот какой вопрос, на самом деле очень правильный. Насчет того, что не боишься ли ты, что ты настолько сольешься с этим проектом, что перестанешь быть актером, что тебя перестанут приглашать, потому что Михаил Ефремов это будет ассоциироваться с господином хорошим, с гражданином поэтом. Не политическая мотивация, а вот просто приклеится к тебе вот эта вот маска. Ну, гражданин поэт же не приклеился. Ну, фактически это ведь один проект, что ты настолько сольешься с этим проектом. Они разные поэты, все-таки я больше от себя, я работал, ну как бы в проекте гражданин поэт было больше, скажем так, интеллектуальной какой-то такой работы. А здесь больше, пока Васильева нет, скажу, хулиганства, что очень радует. Много разных жанров и много разных персонажей. Я знаю, почему спросил этот вопрос Андрей Витальевич, потому что недавно совсем мы делали номер по жанру Христа Радина от моего же имени по поводу вот этой переаттестации артистов, поэтов, творческих профессий каждые пять лет. И, ну, я же вот там один раз, а все остальное-то я же в разных персонажах, я не думаю, что я так. А если привыкну, ну что поделаешь? Ну да. Значит, да, в гробовой доске господить хорошить и гражданин не поэтить. Скажи, а тебе вообще в принципе когда-нибудь предлагали те роли, которые ты чувствовал, что это не твое, но ты вписывался в них из-за денег, допустим, или из-за возможности сняться у хорошего режиссера? Ну, скажем так, из-за денег вписываешься во все. Я к тому, что, конечно, иногда, вот мне хотелось всегда сыграть такого брутального, такого, но это не мое совершенно, я все-таки шпентик, как бы, с детства, ну, всегда стоял в конце класса, там, ну, вот, по росту. Да, ваше у тебя с ростом, у тебя же, или ты школьником был. Когда школьник, я как бы вот, ну, нет. Какой у тебя рост, кстати? 175, у меня и рост немаленький. Да. Может быть, сейчас уже 174, потому что с ярмарки едут, но вот момент того, что, может быть, я какой-то невыдержанный, какой-то расхристанный, развенчанный. Ну, не без этого, да. Поэтому мне не удается, но это бы хотелось мне такого сурового, с малым движением. Где-то я в каких-то фильмах, может быть, даже и пытался это делать, но если мне сразу не говорят, что ох. Хотя есть люди, которым те фильмы нравятся, но их не так много. Как, например, там, не знаю, тем людям, которым нравится попы с дня выборов или там бешеная балерина. Я думаю, это потому что немножко ты сориентирован на среду, а не на массовую аудиторию. Вряд ли ты хорошо себе представляешь массового зрителя, что он любит и что он не любит. Почему? Я думаю, что массовый зритель любит всё хорошее, а всё плохое не любит, как любой. А что такое хорошее? А это уж как я сойдусь со зрителем, как он меня прочувствует. И если у меня будет, как мне кажется, действие, ну, как учили, действие правильное, то всё остальное приложится. От себя пойду как можно дальше по правильному действию, то всё будет хорошо. Ну, ты, наверное, как и все, собственно, звёзды наши кинематографические, ну, Михаил Ефремович, ну, чего здесь, ну, сам в кино не очень ходишь, да? Я в кино не очень хожу в последнее время, да и вообще, ну, как я с детьми хожу, это тоже редко бывает, к сожалению. А почему внимание толпы? Не знаю, я... Нет, ну, там, не знаю, кепочку можно одеть, это не самая большая проблема в жизни. А потом ещё же есть фишка с мобильным телефоном, когда всё время идёшь и как бы разговариваешь. А, вот есть такая фишка. И неудобно к тебе как бы подойти. Нет, ну, Ахлавыстину дети подарили просто с таким, с капюшоном, курточку, поэтому специально для похода в кино. А расскажи про детишек своих. Ну, детишек. У меня уже два взрослых дядьки старше. Ну, у нас тоже детишки. Никита, которому скоро будет 25, такой у него первый юбилей. А Николай, которому скоро будет, ну, не скоро, чуть дальше будет, 22 и... У тебя дочери ещё? А потом пошли дочери, потом Анна-Мария, которой 12, потом Вера, которой 8, потом Надя, которой вот сейчас, вот сейчас исполняется 6, ну, 5, потом... Так 5 или 6? 5. Потом Боря. По отец. А может и 6. За это меня, за это меня и ругают всё время. За память такую. Вот нет памяти. И Боря, самый маленький, Борис Михайлович, которому 3 года будет. Слушай, я даже не знал, что ты такой у нас многодетный. Ты у вас с Ахлавыстину, значит, да, одинаковая коллегия? Или даже ты... Нет, у меня 6, у него 6, по-моему. Да, ух ты, то есть вы такие прям... Ты отец-герой, вот как это называется. Я думаю, Ваня отец-герой, потому что всё-таки все дети Ксюшина, а я всё-таки отец-героин, потому что там разный, от разных. Ну, понятно. От разных, но всех любимых. Ну, сыновья-то, они уже определились, да, с выбором по жизни. Сыновья, по-моему, ну, старший-то точно определился, у младшего могут быть ещё какие-то выборы, но всё равно он снимается. Он понимает в этом что-то. Так что ему надо только образование получить. А надо ли? Надо. Образование вообще надо, потому что образование и воспитание очень рядом. Чем больше образование, даже человек самовоспитывается как-то, может быть, от образования начинает. А с воспитанием и образование как раз вот с этим-то, и с культурой, и вот с этим, и со всем. У нас полный швах. Вот полный швах. Ну, вот это вот у нас ты имеешь в виду в стране в целом? Ну, поскольку я господин хороший, я говорю о своём стране, конечно. Ага, понятно. Ну, мы к этому сейчас вернёмся. Давай закончим тему про наследниц, про девочек тогда. Они-то кем будут, кем ты их видишь? Это будет шоу-бизнес? Анна-Мария. Да они, может быть, сами... Я не хочу говорить, куда, но я надеюсь, что они станут учёными, банкиршами. А, вот всё туда же, да? Нет, ну это я бы... Я думаю, что банкиры и экономисты тоже учёные всё-таки. Если бы все вот это понимали, как учёные, банкиры и экономисты, то, может быть, и не было бы кризисов. А так ведь никто же не понимает и куда-то в разные стороны деньги зашевеливают, наверное. Но я думаю, что поскольку и Маша, и Вера, и Надя выходили на сцену, то я думаю, что они уже отравлены. Хотя, надежда моя на то, что, может быть, Наденька будет танцевать, а Вера будет музыкантом. То есть у тебя такой, в общем-то, разброс, что ты об этом, как отец, не думал, я понимаю. Я об этом не думаю, я так на них смотрю, вижу, чем они сейчас занимаются. Анна-Мария, она пишет. Она сейчас, у неё увлечение писательством. У Веры, она сквозь слёзы, да, но занимается на фортепиано. А почему сквозь слёзы? Вы заставляете её? Ну, потому что я нет. Но мама заставляет. Ну, не то, что заставляет, но заставляет. А тебя, родители, заставляли что-то делать? Меня мама демократичный человек. Она меня воспитывала так, когда иногда даст подзатыльник. Но не более того, это то так, просто от того, что у неё, может, настроение не очень. А так она меня не отдала ни в музыку. Но была у них попытка у родителей, чтобы я выучил английский язык. Зачем? Ну, чтобы быть человеком мира. Ну, как у нас уже... Сниматься в Голливуде? Сниматься в Голливуде. Ничего не вышло, хотя действительно я занимался классом, наверное, до четвёртого, до пятого. Помимо того, что в школе ещё у меня был преподаватель. И надо сказать, дней через пять, через шесть, когда вот за границей, понимаешь, что надо уже что-то говорить, а я откуда-то всплываю от чего-то. Мы, кстати, вот с тобой до эфира говорили, просто ты маму упомянула, папу не упомянул, что вот что ты, что Антон Табаков удивительным образом похожи на своих отцов. Ну, я думаю, что не только мы с Антоном, я думаю, ещё масса есть. Если даже из детей артистов... Вы просто очень-очень. Я Киру Казакова назову, тоже очень-очень. А, похож, да. Но, кстати, не в такой степени, в какой ты, на отца. Я не... Мне очень сложно себя со стороны оценить. Я знаю, что иногда у меня, как иногда, с детства, лет 13-14, у меня получалось показывать папу. Ага. Вот, да-да-да-да. Я даже где-то показывал Олега Николаевича. И вот уже 13 лет его с нами нет, но вот это иногда во мне... Я помню, что он, когда первый раз увидел... Это как раз была первая свадьба Антона. Там я стал показывать. Смешно. И он там что-то смеялся, потом говорит, а кто это? То есть я понял, что со стороны человек себя очень трудно ему увидеть. Да. Скажи, а вот смотрят дети твои фильмы с участием дедушки? Ну, Айбалит 66, конечно. Смотрит. Ну, какие-то дети, ну, король олень, ну, показывают, и мама показывает. Ну, сейчас же дети, они... Ну, надо им вкачать в айпэды, это называется. Да-да-да, чтобы понимали, чтобы у них терминал был понятный. Другая, другая эпоха. Угу. Скажи, а вот твой основной проект они отсматривают, господин Хороший? Ну, я про сыновей, наверное, говорю. Сыновья отсматривают, но они туда и приходили. Ну, приходили, потому что это вот... Ну, у нас была такая задумка вызвать детей. А, так. На сцену? Не, не на сцену, в проект Диспоя Хороший, там они у нас сидели за столиком, отвечали на каверзные вопросы своих родителей. Так. Но так, я, честно говоря, не знаю. У Никиты сейчас выпуск спектакля, где он играет вместе со своей бабушкой, со своей мамой. Ага. Очень интересно. Скажи, что подробнее. Американская пьеса «4000 миль», они репетируют это в театре «Современник», на другой сцене, на малой. Ну, вот режиссер Михаил Али Хусейн. Ну, пьеса очень интересная. Они, конечно, сейчас начали нервничать. Потому что у них скоро выпуск. Ну, посмотрим, что будет. Интересно. А как-то в семье вот обсуждают проект, поскольку он, в общем-то, ну, то, что называется достаточно-то, слово-слово такое злободневное, актуальное, то или вы про работу не разговариваете в семье? Ну, как? Я не думаю, что бы Олег Николаевич это обсуждал, если бы... Ну, да. Хулиганы, сказал. Дураки вы все. А маме я звоню после каждого эфира. Она говорит, что чего, но не то, что она же переживает. Она очень сильно переживает. Я помню, когда... Ну, сейчас она с Никитой репетируется, с моим сыном. А когда мы давным-давно репетировали спектакль «Привидения» в театре «Современник», и у нее же главная роль, ну, у меня тоже так, но у нее... Она настолько нервничала, как сыграю я, что практически забыла о себе. Ну, то есть, она тебя как бы консультирует исключительно по профессии? То есть, политические аспекты вы не обсуждаете? Нет, политические как не обсуждаю. Она позвонила Андрею Васильеву после... Когда начался еще гражданин-поэт, только начался. Она позвонила Андрею, спросила, Андрей, а Миша не посадят? Это правда? На что Вася сказал, а кто же его посадит? Он же Лермонт. Отлично. Это действительно у нее есть. Она же все-таки 60-ник настоящий. Ну, да, да. У нее подружка Лемиджидна Хиджакова. С подачи мамы моей я пошел на суд Ходорковского видеть. Да? Потому что она туда сходила и говорит, что это, ты знаешь, историческое дело, и надо посмотреть, чтобы понять машину, которая снова, ну, как бы возникла. А скажи мне, вот как ты считаешь, то, что богема всегда настроена на фронту, это... Это вот то, что я говорил в начале беседы об образовании и воспитании. Да. Чем больше образования, тем больше воспитания, тем больше общения с людьми, тем тоже больше воспитания. А чем больше воспитания, тем понимаешь, что нужно еще больше образоваться. А чем больше образоваться, тем более сложно все воспринимаешь. А когда воспринимаешь все сложно, мир как для тебя не черное-белое, а какой-то сложный, филоновский скажу, то, конечно, ты не будешь радоваться тому, что видишь в простых каких-то таких и достаточно подлых делах, которые творит власть в любой стране и в любое время. В любой стране, да, да. Власть... Это у нее такая обязанность. Да, вот я бы про это и говорил, что это обязательно везде и всегда так было. Да, да, я это прекрасно понимаю. И было везде. Тем не менее, вот мне кажется, что у нас многие люди из, ну, твоей, скажем, среды, из среды богемы, они, если, допустим, думают иначе, не в основном тренде, не в оппозиционном, они даже не решаются, мне кажется, эти вещи озвучивать, потому что сразу среда их будет осуждать. У тебя нет такого ощущения? Не знаю, нет. Назови хоть кого-нибудь. Просто я... Ну что, я у человека буду сейчас... Я начинаю думать, не вижу. Я не могу сказать. Для меня Федя Модорчук не перестал быть братским сердцем. Ага. Совершенно нет. Ага. Сан Саныч Карелин, прекрасный, и там Слава Фетисов, прекрасный спортсмен, и я горд, что я с ними знаком. Да, слушай, ты... И они не перестают быть от того, что они там вот при власти и всё такое. Ага. Я понимаю, что если мы сядем и начнём говорить об этом с ними, мы, может, не найдём точки соприкосновения. Но я не думаю, что мы уж такие дураки, что по поводу политики... Это как в спектакле «Так победим», который когда-то поставил Олег Николаевич Ефремов, и пришло всё в Политбюро, ЦК КПСС, на этот спектакль. Там Ленин как раз говорил кому-то, кому-то из левых эсеров, если я рву политически, я рву и лично. Скажи, ты спорт упомянул. Ты же очень любишь, да, спорт? Я болел. Я играл раньше немножко даже. А ты играл? Ну как играл? По субботам с пацанами. А, ну в этом смысле. В этом смысле, конечно. Просто ты ведь ездил в Лондон, там смотреться. Ну это как... Ну вышла оказия, как не поехать? Оказия вышла? А что за оказия, скажи? Оказия это Андрей Витальевич Васильев, который там отдал там учиться дочь. И у неё там есть место, где тормознуться. В городе Лондонский? Да, потом был день рождения у меня, потом с Никитой Владимировичем Высоцким мы подумали, что давненько мы не зажигали. И поехали в Лондон, сколько мы, дней на пять. Мы там день рождения, мы отпраздновали. Там была Галина Борисовна, которая пришла на день рождения, с которой мы встретились в ложе на футболе Челси Манчестер. Смешно. Манчестер проиграл 1-0. Но это было года два назад. Это не сейчас, это недавняя история. Но ты смотришь... Просто тогда мы, это был, я был второй раз в Лондон, и тогда мы были такие с Никитой, ну такие абсолютно, мы же были свободны, хотим туда идем, хотим, нам не надо куда-то там спешить на какие-то, ну не по делу были, а вот так отдохнуть. И в этом смысле это здорово. А у тебя вообще полуплотный график, да? То есть ты вот занят просто без... Ну сейчас, когда вот пошел этот проект, у меня же есть другие, конечно, работы. Но сейчас совсем стало тяжело вот выкраивать где-нибудь неделю, чтобы ехать, потому что когда каждую неделю эфир, то ведь готовиться же надо дня два до этого. И остается четыре дня, и куда их деть? На то, чтобы в кино пойти, или на то, чтобы в театр, или на то, чтобы поехать куда-то, что-нибудь где-нибудь срубить, или все-таки отдохнуть. И выбор всегда делается. И выбор на рубку лезет. На рубку, да. Скажи, Васильев сказал, что в апреле он закроет, ну, в следующем проект, и уйдет на пенсию, как он сказал. Ну, Васильев и просто, и перед гражданином, он говорил и перед гражданином поэтом, он говорил, что он уйдет на пенсию. Так. Это он, это как бы, это его... Кокетство? Я думаю, да, это его облагораживает самого его в собственных глазах, что в случае чего я ни при чем, я пенсионер уже, с меня взятки гладкие. Ну, значит, уйдет, но, в принципе, да, мы закончим, наверное, через год этот проект. Потому что, ну, хотя бы мы его прервем, потому что, ну, хотя бы отдохнуть надо будет, потому что уже накапливается... Усталость. Это не усталость, это такая замыленность, может быть. Может быть, замыленность к новостям. Когда ты каждый день с ними работаешь, и теперь, ну, как, мы же пытаемся делать какую-то художественную самодеятельность, и когда ты пытаешься что-то художественное делать, то... Тут как раз и может быть замыленность. Да. И поэтому господин хороший, он выгоднее, чем гражданин поэт, потому что больше разных жанров и больше авторов. Там же у нас и Вася Обломов, и Орлуша тоже участвуют. Тот же вопрос, который задавал Васильеву, задам тебе. Тебе не кажется, что, если уж мы так взяли по имя-отчеству называть твоих партнеров, у Дмитрия Львовича Быкова, есть... Давайте называть его Димон. Димон. С Димоном это, да, смешная история, кстати, у вас тоже была. Прекрасно сыгрался со второго дубля. Да? Да. Один раз пререпетировал, один раз раскололся, но потом просто замечательно. Ну, ты давай тогда, если можешь, это упомянули, расскажи для зрителей, может быть, не все в теме. Ну, был такой номер художественной самодеятельности по поводу такой новости, что пресс-секретарь, премьер-министра Дмитрия Медведева, сказала... Тимакова, да. Тимакова, да, сказала, что... И вообще, товарищи, дорогие блогеры, он во мне Димон. И, ну, как ни откликнулся на это, имея Димона Быкова в своих рядах, он откликнулся, и мы поняли, что не надо, чтобы я изображал Быкова, что он от своего лица написал и сыграл эту Христорадину. Понятно. В него кидались помидорами, там, он смеялся, но он очень здорово, по-моему. Ну, вот возвращаясь к вопросу, не кажется ли тебе, что Димон Быков ревниво относится к тому, что вы привлекаете Орлушу, Андрея Орлова, в качестве автора? Я думаю, что вот если бы произошла моя, ну, типа, полумечта привлечь какого-нибудь, ну, я не буду называть кого, потому что это непонятно, а из артистов еще в это самое, то хотя я же это бы инициировал, но когда бы это началось, несомненно, у меня было бы, да что ж такое, конечно, было бы, но это абсолютно естественно. Но я думаю, что разум-то побеждает в данном случае, он понимает, и сейчас же пишет не только Орлов, еще пишет Филатов, Филатов еще пишет, да, Филатов еще пишет. И, ну, просто это действительно тяжело такое количество, шесть или там пять выдавать на неделю, но это тяжело. Вот это справляешься, мне кажется, все это пишет. Нет, я все равно, один Вася Обломов делает, один делает Орлов, я там только озвучиваю, а такие, ну, потом, у нас же такой у нас режиссер, Андрей Витальевич Васильев, он такие все придумывает, какие-то вещи. Хорошо, значит, следующий раз мы вас сможем всех узреть 30-го... 30-го мая здесь, да, в Театре Эстрады. В Театре Эстрады это будет, да? Да. Которым руководит доверенное лицо Путина, общественный деятель Геннадий Хазанов. Ну, ужасно... Он у нас недавно был тоже. Вот, это тоже к нашему... Да, это тоже к нашему разговору о политических каких-то разногласиях. Ну, это же, по-моему, детство так уже... Не знаю, Васильев в разговоре все равно все время пытался вывести на тему, что на самом деле такой пропутинский проект, что он тайно спринсируется. Мы идем, это старый театральный ход, идем от обратного. Ну, да, да, да. Хорошо, ну что ж, у нас шикарные ходы театральные, я рад, что ты пришел. Я рад, что позвонил. Ну, наконец. Вот, я уверен, что Тише мы найдем с твоей подачи хозяина или хозяйку, потому что она очень чудная девочка. Надо сказать будущему хозяину и хозяину, что Тише очень, с одной стороны, живая кошка, а с другой стороны, такая спокойная, так хорошо сидела. Да, она не пела совсем, не милоучила. То есть она не будет, я думаю, рвать чего-то там и увлекаться. Нет, рвать это точно не будет. Ну, я имею в виду когтями вот эту обилку. Да, это не то, что вы вот в вашем проекте вырвете когтями, просто все, кто вам попадется. Огромное тебе спасибо, Миша. Спасибо. Тише спасибо. Тридцатого, да. И за Тишу тоже огромное тебе спасибо. Ждем вас. Пропиарил. Пока-пока. Мы пропиарили вас, вы пропиарили Тишу. У нас бартер. Да. Миша. Да. Продолжение следует...